Доброе утро! Ерунда, бандитское поле. Когда моргла, мне жена все уши пробувнела. Продадим, продадим, продадим! Кому эта рухлячь нужна? Рухлячь. А там во дворе сарай железом крытый. А полгиб какой. Все-таки ты не хороший человек. Почему? Ну, мы всех ждем. А чего уж здесь? Ты что, хочешь уйти сухим? Не хочешь отметить свои женивы? Здесь в бане, что ли? А почему? Нет, ребят, вообще Женя прав. В бане же не отпускаем. Ну, конечно. Нет, в бане не отпускаем. А если бы не я, вы бы все тут без меня пропали. Вот. А так вот живешь, работаешь, а радости нет. Настоящей творческой работы мало. Так, мелочишка суффиксов и флексий. Устаю. Все время в напряжении, нервы как струны натянуты. Очень боюсь, что когда-нибудь они лопнут. Так вот. Дзинь. Сегодня у советских кинематографистов большой праздник был. День советского кино. Но мы не о празднике будем говорить. Мы будем говорить о печальном. Сорок дней назад не стало Георгия Ивановича Буркова. Я не ошибся в ударении. Именно Буркова. Хотя мы знали его Георгием Бурковым. Друг и сподвижник Шукшина. Замечательный артист и гражданин. Режиссер и литератор. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Друзей у меня нет. Единственный друг, который у меня был, ушел из жизни десять лет назад. Так есть. И строить свою дальнейшую жизнь надо, исходя из этого. Действительно, писать мне сейчас некому. Я и не пишу. Пока что. Пока не понял, что адрес, по которому я могу писать свои сокровенные письма. Один. Могила. Могила моего единственного друга. Василия Макаровича Шукшина. Я всю жизнь мечтал стать писателем. Актером, режиссером и писателем. Я много раз пробовал начинать, но ни разу не получалось. Теперь я знаю, как писать. И теперь у меня получится. Потому что я знаю, как писать. Я буду писать. Я буду писать для тебя. Буду писать большое письмо о себе и о жизни вокруг меня. Ирония помогала мне во всем. Я очень рано решил не жить с Павки Корчагина и Феликса Дзержинского. Но, может быть, только сейчас, в 55 лет, я начинаю становиться художником. Ибо я начал понимать только сейчас, что человек хрупок и недолговечен. Я не сидел сложа руки в ожидании твоего воскрешения, друг. А в воскрешение твое я верую. И когда ты воскреснешь, я положу перед тобой пачку писем. И ты будешь им судьей. Я до сих пор не верю, что ты был мертв. Там, на теплоходе. А в Москве был уже не ты. Подменили. Всю страну поразила эта смерть. Многие восприняли это как убийство. Так, в общем-то, и было. Иначе и быть не могло. Талант бесит и не только тех, кто диктует нормы жизни, а и многих других по разным причинам. Надо понять раз и навсегда. В убийстве талантливого человека участвует большинство. Во всяком случае, у нас в России такое убийство дело привычное. Тот цапанула. Твоё. Слушай, Лапахин. Ты не знаешь куда нас старшина видела? Кто он? Я не про то. К мосту он нас ведет или куда? Левей. А как же переправляться-то будем? Настан, прилег! А ты не злись, Лапахин? И вот ты все злишься, всё злишься. А чё ты спрашиваешься злишься? Тебе одного не сладко что ли? Всем так же? То и злюсь. Что ты глупости одни болтаешь. А ничего особенного я и не сказал. Ничего. Ты же знаешь, что они меня с помощью бьет. Ну, знаю. Знаешь, что спрашиваешь – к мосту идем или куда? И вообще, отпяжись от меня со своими дурацкими вопросами. Без тебя тошно. И на пятки мне не наступай. А ты на свои пятки фонари навеси. Тоже с дамским пятками оказался. Фонари это я тебе могу наветить, в случае чего. Держи дистанцию, Саша. Я и так держу дистанцию. Да какая же это дистанция, если мне все время на пятки наступаешь? Ну, чёрт, ты возле меня трёшься-то. Ты не трёшься возле тебя. На чёрт ты мне сдался. Нет, трёшься. Чё, ты потеряться, что ли, боишься? И вот ты опять сдвисься. Потеряться я не боюсь. А переправляться без моста, ну, как бы тебе сказать, ну, пасаюсь, что ли. Тебе хорошо рассуждать, ты плавать умеешь. А я не умею плавать, совершенно не умею. Может, ты хоть на время? А, вы что со своими разговорами? Нет, я не закроюсь. Мне жить осталось. Самые пустяки, только до дона. И потом я перед смертью должен высказаться. Даже закон есть такой, что перед смертью высказываться. Я всю жизнь срывал, что я маменькин сынок. Мне было стыдно сознаться в этом. Ведь я страдал из-за всяких пустяков, например, из-за попавшей под трамвай собаки. Или из-за раздавленного машиной голубя. До сих пор хорошо помню уроки матери. Я рыдаю над судьбой муму. А счастливая от моих слез мать добивает меня и все читает, читает дальше. И вот однажды Шукшин сознался мне, что он тоже маменькин сынок. Да, я помню, Георгий часто напоминал, что фамилия его не Бурков, а Бурков. Но я все-таки его называл Георгий Бурков. И зрители его знают как Георгия Буркова. О нем можно много говорить. И будут говорить, и будут писать. Но коротко я могу сказать, что это был неповторимый человек, неповторимый артист, художник. И можно сегодня уже сказать, что в нем проявлялись черты национального характера. Российского характера, русского характера. Да и картины, которые я делал, они как раз выявляли этот характер. Говорят, что нет национальных признаков, что нельзя, допустим, определить, что же конкретно, что же это за черты характера. Мы пытались это сделать в своих картинах. И в ролях, которые Георгий на протяжении своего творчества сыграл, они как раз конкретно выявляют эти черты народного характера. И его искусство, можно было бы сказать, тоже было народным. И такое понятие, оно будет всегда существовать. Есть искусство для избранных. Есть искусство искусственное, как цветы. А это были живые цветы, взращенные на народной почве. Нас, русских, в скором будущем ждет сильное разочарование. Могущественная империя, то бишь Братский Союз, распадется. И возникнет необходимость обратиться к внутренним национальным ресурсам, чтобы существовать дальше. Русский дом всегда славился своей открытостью и своим гостеприимством. Но нет ничего более противоестественного для русского человека, чем коммунальная философия. Коммуналка – это испытательный полигон для будущих концлагерей. Мы становимся другими, потому что нас постоянно стерегут. Глазок надзирателя вошел в нашу жизнь, как ее составная часть. Мы часто ссоримся в своей соцкоммуналке и вспоминаем счастливые времена, когда жили в отдельных, очень непохожих друг на друга квартирах. Но скоро, я верю, мы разъедемся по отдельным квартирам и будем вспоминать о соцкоммуналке с ужасом и содроганием. А где же ваше большевистское прыть? Нехорошо. Стыдно, комиссар? А вы почему не в армии? А я в армии. В армии дезертиров. Сдам в ЧК на первой же станции. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вы же не спаси, у меня есть какой армия дезертиров? Вот там и разберемся. Считайте себя арестованным. Именем революции. Какой изящный жест. Скажи, ну, имелось, как просто. Убивать и приговаривать. Именем революции, именем революции. Собственность ваша революции. Откуда такая наглость? Говорите имени. Присваивать, точно, девку. Воры! Воры, вот вы кто! Украли революцию! Народ и душой, мистер Доловы! Неужели так все и будет? Так и останется, как есть. Ведь все пропитано откровенной и наглой ложью. До того разошлись, что никто не стережется, не заботится даже о том, чтобы ложь хоть каким-то боком походила на правду. Но не верю я в их победу. Ничего не получится. Должна же быть правда, наконец. Нехорошо сейчас в жизни нашей. Значит, скоро. Скоро станет хорошо. И во всей жизни народной. Я верую в это. Наконец-то наступит ясность. Наконец-то кончится длинный и мучительный отрезок пути. Кончится власть гопах и бездарных людей, длившаяся так долго. Кончится фашизм на моей земле. Без мечты нет смысла жизни. Я собираюсь сочинять свою страну. Сочиненная страна, как документ времени, не будет представлять никакого интереса. Но моя правда должна быть гораздо ценнее любого документа. Наша культура потеряла трех главных людей русской культуры. Василий Макарович Шукшина, Владимира Семеновича Высоцкого и Георгия Буркова. Это целое направление человеческой мысли нашей культуры и точности отношения к такому понятию, как русская культура, очень долго. Русская культура, мы сейчас об этом не говорим, она уничтожалась, уничтожался язык, уничтожался он канцеляритом. Когда я думаю о Буркове, я не думаю о русском, как о рашен, казашен, сертификате и матрешке. Я думаю о русском, как о Достоевском, Толстом, Пушкине, Боголе. То есть о подлинном русском, который является, хотел сказать, одной из огромных пластов культуры, это там, где Чехов, там, где Бунин, а там, где самое здоровое направление национальной, человеческой, глубокодуховной культуры, которая делает Россию особой страной, в которой не только заряжены, так сказать, запасы пресной воды, так важные для всего человечества, но и огромные запасы духовности, которые так важны для человечества. Я знаю у Буркова еще одно совершенно феноменальное дарование рассказчика. Когда вот Леонид Ильич смотрел, значит, так победим, ну, было, значит, как за кулисами, там, по пропускам нас пускали. Говорит, пропуск, я говорю, да я говорю, пропуск, он строгий, потому что я на другой стою, его провели. А потом, когда вот, это уже, по-моему, вся Москва знает, когда он начал разговаривать, когда, когда Калягин вышел первый раз на сцену, он говорит, Ленин на весь зал узнал. А самое-то интересное, как сказать, я вот до сих пор все-таки считаю, что как-то не удалось, государственную премию я не получил, у него слуховый аппарат выпал на моей сцене. Это же анекдот, кстати. Ну, то, почему анекдот? Это много подтверждений. А в каком спектакле? Так, в нем, да, я играл там рабочую. И я... Он тебя просто не узнал. Ты не был ни Ленин, ни Трофе, рабочая. Да. И, значит, когда... Кстати, как в анекдоте, вроде как бы я немножко похож на молодость, ну, так вот, одного типа, да, вроде на это рассчитывали, чёрт-то. Это как всё-таки вот анекдот, когда Ленин спрашивает мальчика, делать революцию или нет, знаешь? Нет. Ну, он нежничает, начинать не начинать революцию. И идёт мальчик, он говорит, мальчик, делать или нет? И, значит, он говорит, товарищ Ленин, он говорит, сегодня рано, завтра будет поздно. И пошёл. Он говорит, гениально. Он говорит, вот, вот, стами младенца, глаголь истины, знаешь? Как тебе зовут? Он говорит, Лёня. Он говорит, Лёня. Третью сцену сыграл, вдруг у меня смешная такая роль-то. Я там рассказываю Ленину, я рабочий, рассказываю Ленину, как я понимаю в социальном. Я наивно, но очень, как сказать, нравлюсь Ленину. Он, как хочется, там сцена-то в основном моя, я разговариваю. Я третью сыграл, уже зарясь менялся, и вдруг, как к удару, значит, ножом в спину, что он говорит? Это есть ложь. Благодарить. Я понимаю, что он, как сказать, ничего не слышал, я третью уже стоял, но я остановился, и сразу, Ленин взмок сразу. Значит, и я стою, и все подумали, что я, ну как сказать, сражён, понимаешь? А я, честно говоря, так подумаю, может, сначала начать, но не слышал. Если бы я начал сначала, думаю, а там Андропов, КГБ, знаешь, у меня семья же, и люди поймут, что я издеваюсь, да? Я пошёл дальше, ну я так сделал уже, как не двое в комнате, я и Ленин, да? А вот трое в комнате. Трое в комнате. Стал громко говорить, стал как бы раздумывать, туда ходить, к ложи, ну так, чётче стал говорить, так громче, а он на меня смотрит и говорит, ничего не понимаю, а вот это. Они все его полидуроты, хором уговалили, чтобы слышать, он говорит, а я не слышу, да? И, короче говоря, вот так я метался между двумя вождями, вот что? Всё, всё, всё осталось без спрессии. Еду в аэропорт в Куйбышеве, музыка в машине, ночь, музыка, божественные, темпераментные, тоску вызывающая, щемящая русская музыка и тьма. Забываешь, что ты находишься в машине, будто летишь в пространстве, один-одинёшенек, и нет рядом ни души, только музыка и скорость, и безмерная тоска. жалко себя, жалко прожитой жизни, жалко ту жизнь, которая у тебя впереди и будет после тебя. И больше всего, жалко тех, кто ещё не понял, как ты, бессмысленность и ненужность своей жизни. Этим ещё предстоит пережить открытие своей мученности. Ночь, тёмная, страшная, и машина в ночи, несущая тебя в понятую уже тобой неизвестность. Когда я был молодым актёром, когда только-только начинал самый пыл входить, полюбила одна меня за мою игру. Изящна, стройна, как тополь, молода, невинна, чиста и пламена, как летняя заря, упоенный, счастливый, падая на колени, прошу счастья, а она, она говорит, оставьте сцену, понимаешь? Оставьте сцену. Понимаешь? Да. Она могла любить актёра, но быть его женой никогда. Мы в последний раз с тобой в Кримичуге виделись, Кримичуге-эс. Ты тогда любовников играл. Что ж ты после добрать сделал? После я в комики перешёлся. То уж очень их много развелось. Образованное дали из чиновников, из офицеров, из университетов все на сцену лезут. Ну, житья нет. Из комиков-то я в суфлёры. Каково это для человека с развышенной душой-то, Геннадий Деменович? Суфлёры? Все там будем, брат Аркадий. Одна у нас была дорожка, Геннадий Деменович, и ту перебивает. Оттого, что просто. Поясничать-то хитрость невелика. А ты попробуй-ка в трагике. Ты куда теперь? Ваньке Кайну? Чего я не видал у Ваньки Кайну-то? Что на Ваньке свет Кайну сошёлся? Мы молимся! Молитва у нас! Ну, а кому же? Палачу куда. А ты куда? В Москву на дебют. В который раз-то? Не считал. Да я бы вообще не пошёл. Народ жалко. Публику московскую. Существуют легенды о великом Мартынове, более близкая легенда о великом Михаиле Чехове. Это были актёры, которые несли тему так называемого маленького человека. Бурков мне кажется почти с такой же силой нёс вот эту тему в своём искусстве. Он играл Гоголевского Поприщина в записке сумасшедшего. С таким же успехом мог сыграть и Акаки Акакевича, и Макара Девушкина, Достоевского, и так далее, и так далее. Он удивительно передавал достоинство униженного, величие жалкого человека. Вот эта его человечность, его сочувствие к слабому, причём сочувствие мужественное, оно мне представляется очень существенным, и повторяю, это какая-то традиция русского театра, одна из лучших его традиций. Вот ты всё смеёшься, да, ты обижаешься, она мне показывает. А ты знаете, сколько ты не спелся от вашего брата Трэнкета? Поначалу просыпаюсь в холодном поту. Один раз чёрт знает какой сон приснился, будто помер я. Вот, подожди смеяться-то. Ты послушай, чем дело кончилось. вот будто помер я и спустил дух. Покинул бренное тело, отмучился, лечу, лечу, прилетаю к воротам рая. Стоит апостол Пётр, пускается строго по билетам. Я ему свою контрамарочку раз, он смотрит. Нет, говорит, актёров мы в рай не пускаем. Тут же меня, значит, теснили, народу много, аншлаг у них, что ли. Что делать? В рай не пускают. Куда деваться? Ну, я иду. Иду вдоль оградки-то. И такая обида меня взяла. не за себя, а за нашу актёрскую братью. Ну, иду, 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 и нечаянно совсем. Случайно так. За оградку-то посмотрел, а там ты. Ты, ты. Я обратно. Подбегая их воротам, апостол Петра чуть не за грудки. И он, как же так? актёров, говоришь, в рай не пускают. А этот-то? Он говорит, который? Я говорю, вот этот, ну, со святым беседой. О, говорит, апостол Петра. Этот-то? Да какой он актёр? Непринуждённость, естественность, глубина Буркова, а он удивительно соединял в себе, опять-таки, как подлинный русский актёр, драматизм с лукавым и даже хитроватым юмором, с комедийностью. Вот это соединение смешного и внутренне возвышенного чудачества и поэтичности, это делало его тоже очень самобытным и неповторимым актёром. И вот эта естественность была оплачена им человечески. Недаром он оставил после себя множество замыслов, записей, литературных даже. Это был очень сложный, очень глубокий и очень напряжённо думающий человек. И мне кажется, что от нас преждевременно ушёл настоящий большой русский артист. Для меня русский театр был всегда театром, который впереди, который нам ещё предстоит. И знаю другое. Москве и России как воздух нужен новый театральный монастырь. Нужна театральная вера. русская в своей основе и всемирная по выходу своему на публику. Только на уровне народного языка можно выйти на общий разговор с народами. Театральный народный университет страстей. Без устали буду говорить театр больше государства. театр театр это предварительная игра перед шквоприношением. Убийство подменяется игрой. Театр двери в духовное царство. Театр призывает человека добровольно отказаться от насилия над другим человеком. Театр окружает нас повсюду. Мы дышим театром. Надо заразиться театром у себя на месте. Найти его у себя дома и уж с этим театром заявляться в столицу. Это театр твоей родины. Его не спутаешь ни с каким другим. Научись театральному языку родины. Услышь и увить его. Для того и нужен талант. Научись вбирать в себя увиденное и услышанное. И научись смеяться и плакать над собой. Смеяться над другими это не свойственно русскому таланту. Пусть люди смеются над тобой и незаметно бавляются от собственных недостатков. Если будешь издеваться над другими соберешь вокруг себя злых людей. Будешь смеяться над собой соберешь вокруг себя много добрых людей. Вот они-то и вытолкнут тебя на сцену. Выдвинут как своего представителя. Для этого не требуется никаких путевок, никаких формальностей. Ты сам почувствуешь пора. Искусство не подвластно политике. Искусство поставленное на службу той или иной политической идеи перестает быть искусством. Роман, а ты обратил внимание, вот актеры играют и говорят плохо тебя чувствуют. Да играю или спектакль там что, да? Кончился спектакль энергии. Хоть начинай вот все сначала, да? Ну так психология. Второе дыхание просто открывается. Помереть же можно иначе. Кстати, понял. Тарайник спрашивает комик, но после спектакля. Да. Ну как я играл? Толбит плохо. Да. Я тебя серьезно спрашиваю. Человек всю жизнь должен бороться против самого себя. Он все время проигрывает и начинает снова. Самое страшное, когда он понимает бесполезность сопротивления природе. Тогда человек гибнет. Васю закрутили, завертели в партийном хороводе и легионы корреспондентов разорвали его сердце в клочья. Ему Васе казалось, что он гениальный стратег. Ради спасения Разина, ради того, чтобы осуществить цель своей жизни, свое предназначение, он терпел всю эту обнищавшую свору духовных пастырей, кормил их уже одним тем, что позволял доить себя. Ему казалось, что он хитрит и обманывает их. Получилось наоборот, его обманули. Они то уж знали, что делали и делают. А сейчас набирают металл в голосе, чтобы заявить, что, мол, человек из моего окружения, из моей свиты был образцом дожника и примером для подражания. И меня будут всю жизнь ненавидеть за то, что я знаю правду. И всячески мешать мне выйти на самостоятельный откровенный разговор с людьми. Такие вещи они делать умеют. Все они вместе взятые убили Степана Разина, а следовательно и Шукшина. Вот в чем истина. За несколько часов до смерти Шукшин таинственно и торжественно сказал мне, кажется, я вышел на героя нашего времени. Кто он? Спросил я. Демагог, как пригвоздил Шукшин. Было это вечером 1 октября 1974 Я не могу сказать, что мы были большими друзьями. К сожалению. Так случилось в жизни. Но думаю, что мы уважали друг друга как артисты. И когда я узнал о том, что Георгия не стало для меня, ну, как и для человека, в общем, во-первых, это было очень неожиданно, как-то несправедливо. Человек был, как говорится, в самой силе такой творческой. И у него так пошли вдох роли масштабные, очень такие мощные, сильные. И вот оборвалась. Сердце не выдержало. Значит, можно сделать вывод, что работал Георгий Бурков сердцем. Вот такая профессия артиста. Я рано стал взрослым. Детство это то место, откуда начинается путешествие в будущее. В детстве очень основательно и серьезно снаряжается караван. Главное, чтобы не растерять все необходимое по пути. Я понял еще одну тайну. Из детства можно совершать путешествие не только в будущее, то есть в сегодня, но и в прошлое, туда, где тебя еще не было. Мы должны все понять, что все живое, что создается природой, оно уникально. Каждый из нас уникален. До меня никогда не было такого человека, как я. И после меня никогда не будет такого человека. я, в общем-то, я оптимист, я даже веселый человек. Правда, должен осознаться, что в последнее время юмор как-то стал уходить. То ли это возраст, то ли это уже раздражение от медленности, с которой мы идем к выздоровлению. как будто анабиоз, мы как будто из спячки, из глубокой спячки выходим. Ну, я думаю, имея вот такой большой запас культуры, которая создана, к сожалению, не нами, а нашими предками, великаны были у нас. Иногда вот поражаешься, не читая даже, подойдешь к полке и смотришь, думаешь, неужели один человек это все написал? Да и как написал? Хорошо написал? Какая гигантская, великанская работа духа была проделана? А мы это пробили. И какой силы покаяния должно быть с нашей стороны, чтобы вернуть себя в эту культуру? Даже вот мы будем сейчас изучать, учить эту культуру, восстанавливаться в ней, этого мало. Совесть надо вернуть, совесть. Совесть надо вернуть, совесть. Совесть надо вернуть, совесть. «Стэр» 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 Для начала я скажу, что я, пожалуй, не встречал ни одного человека в нашей среде, да и в зрительской среде, Кто бы сказал хотя бы раз какое-нибудь одно дурное слово о Георгии Ивановиче. Это был человек такой невероятной доброты, обаяния при лукавстве и при какой-то такой хитрованности, которая в нем была. Но он был своим, он был родным человеком для каждого, кто с ним общался. Будь это партнер, будь это зритель, будь это режиссер. Вообще, я должен сказать, что ему было свойственно такое обаяние, сердечность, хитреца, народность, такая подлинность, такое настоящее обаяние, которое невероятно к нему располагало. В нем была и социальная подкладка, я верил, что этот человек воспитывался в деревне, в нем была такая просто народность. Хотя, на самом деле, это был очень образован, очень тонкий, чувствующий, многочитающий человек. Это его вот такая простецкая внешность, она была на самом деле обманчива, потому что человек, он был невероятно эрудированный. Бурков у меня снимался практически, вообще-то, почти во всех картинах. И должен был вам сказать, что Бурков должен был играть и в моей новой картине «Небеса обетованные». И я позвонил ему буквально за день до того, как случилось несчастье, когда он упал и сломал ногу. И говорю, Жора, хочу тебе предложить главную роль. Он говорит, с удовольствием, как раз свободен, буду сниматься. Значит, я говорю, роль президента Хромова, там, президента нищих. Значит, я говорю, ну вот у меня сценарий на машинке, он в понедельник должен сойти с машинки, я тебе посылаю. И в понедельник ассистент режиссера звонит, чтобы узнать, значит, куда послать сценарий, и узнает от Тани, от жены Георгия Ивановича, что он упал, сломал ногу, что он лежит в больнице. Ну, я сказал, ну, значит, так врачный юмор сказал, ну, Хромова, значит, ногу сломал, ну, нам Хромова должен играть, ну, так сказать, на костылях будет играть вообще, так сказать. А дальше возникла дилемма, значит, либо делать операцию, либо не делать операцию. Если не делать операцию, то тогда, значит, он встанет через месяц-полтора, а если делать операцию, то через 7-10 дней. Ну, и родные, мы тут в это дело не вмешивались, значит, решили, что делать операцию. И в день операции, по-моему, это был понедельник, значит, ассистентка режиссера позвонила Тане и спросила, как прошла операция. Она сказала, прошла операция хорошо, все в порядке, он отходит от наркоза, я думаю, что дня через два ему можно будет в больницу завести сценарий. А на следующий день его не стало. Это было страшно. Вообще, это произвело на всех нас впечатление просто, так сказать, такого несчастья, неожиданного, несправедливого, страшного, жуткого. Вот почему природа, значит, почему, так сказать, Господь Бог в данном случае прибрал такого нежного, доброго, честного, прекрасного, замечательного человека вообще, когда огромное количество подонков продолжает жить. И я был невероятно травмирован, потому что, ну, я просто потерял друга, соратника, человека, через которого я много мог, так сказать, передать на экране. И я помню эту панихиду в эталонном зале Мосфильма, где все стояли со свечами. Я стоял в толпе и плакал от горя, обиды, от бессилия, от того, что, так сказать, мы потеряли такого прекрасного, просто великолепного артиста. Причем он не только был артистом. Ему стали тесны артистические рамки. Он возглавил Шукшинский центр. Он стал кинорежиссером. Он сделал фильм «Байка». У него было много творческих планов. И то, что он так прыгал из театра в театр, это говорило не о том, что он попрыгунчик, это говорило о том, что ему тесны театральные рамки. Он хотел больше. Он хотел заняться режиссурой, сочинительством. У него было много планов, и его жизнь вот оборвалась на взлете. И это, в общем, утрата для нашей культуры огромная. И у меня ощущение, что наш экран как-то осиротел, потому что он лишился какой-то очень обаятельный, очень своеобразный, ни на кого не похожей краски, которую нес в каждой своей роли Георгий Иванович Бурков, который принес бы в своих новых фильмах. Это потеря невосполнима. И вместе с потерями Олега Даля, Андрея Миронова, Владимира Высоцкого, я их ставлю в один ряд. К сожалению, вот, так сказать, замечательные таланты от нас уходят преждевременно. И эта проклятая жизнь, мне кажется, в какой-то степени тоже в этом виновата. Я обречен на смерть. Ничего вечного в жизни нет, кроме ее самой. Я знаю, что умру, как все. Что не буду жить вечно, ни буквально, ни в переносном смысле. Обидно только, что опыт приходит к старости, когда нет уже сил и энергии, что в молодости. И самое грустное в том, что под старость поймешь, как по-настоящему нужно жить, а возможности переиграть жизнь уже нет. Опыт предков только частично помогает увидеть будущее. Ведь жизнь всегда нова. Тем она и прекрасна, что все то, что мы переживаем сейчас, никогда не было раньше. И никогда не повторится в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok